Краны все ходят ходуном, видите? И вот если я пытаюсь закрыть, ничего не закрывается. Вот воспитатель, да, опять идет сюда. Руководитель детского сада Сунски Лариса Монакова показывает группу, куда с 1 января будут ходить 18 детей разного возраста, с полутора до пяти лет. И если малышам в любом случае нужна помощь, чтобы сесть на горшок или помыть руки, то дети постарше могут делать это и сами, теоретически. А практически не в этой группе, где краны не отрегулированы, а на 18 человек всего один унитаз, должно быть три. Тесновато будет и в спальне. Конечно, уменьшится пространство, проходы будут меньше, обработка пола мыть. Тут и так иногда они не могут помыть шваброй. В администрации Нижпольского поселения по инициативе жителей провели собрание. Некоторые родители заявили, что водить детей в разновозрастные группы не будут. За больших боятся, что развиваться среди малышни не смогут. За малышей, что внимание, которое им так нужно, не получат в должной мере. Однако директор Сунской школы, к которой относится детский сад, ставит перед фактом. Решение уже принято. Группу сократят, ставки тоже. К сожалению, идет отток. То есть, если на май 2019 года, например, мы сравниваем, было 54 воспитанника, то понятно, с учетом того, что ребята убыли, прибыли, обратно и так далее, то, например, на сегодняшний день их всего 39. То есть, представьте, минус 15 воспитанников – это почти группа детского сада. У меня ребенок до сих пор на горшок не ходит. Ее надо за руку везти. А вы приведете за 5-летних. Представляете, что это будет? Идите тогда, заводите ее сами за руку. Я плачу за это деньги. Представители администрации Контопожского района объясняют мера вынужденная, поскольку финансирование идет в соответствии с объемами оказываемых услуг. После объединения группы сокращение ставок высвободится 1 миллион 340 тысяч рублей. В целом по району детей становится меньше, меньше денег приходит, и поэтому мы вынуждены подстраиваться под те деньги, которые нам дают. Сколько надо дать, чтобы все группы не соединили? На финансирование, чтобы было нам. Ну вот 59 человек, да, у вас было? 56. Вот 56 мы бы не соединили бы группы. Родители справедливо интересуются, заложены ли средства на ремонт и установку сантехники в группах детского сада. Мы не можем перевести в нормальные условия детей. Есть какой-то, наверное, расчет, сколько потребуется средств для приведения групп в соответствии с нормами СанПИНа. Он готов? Есть? И в каком объеме, если он есть? Отправим завтра же административно-хозяйственное управление, пусть делают, посмотрят, актуализируют расчеты все. По словам представителей местной власти, с вопросом нехватки средств на зарплаты воспитателей они обращались в парламент, Министерство финансов и Министерство образования республики. Теперь подобное обращение к министрам и депутатам готовят сами родители. Юлия Кучеренко, Влад Будников, Служба новостей, село Юнишполе, Кондапожский район.